здравствуйте друзья сегодня несколько слов о накопительной программе фаберлик расскажу как узнать условия ее самостоятельно и как не пропустить свои подарки не упустить их чтобы баллы вас не сгорали итак для того чтобы узнать подробнее о накопительной программе фаберлик нужно зайти внизу в раздел партнерства и другое название нашей накопительной программы это программа фаберлик клуб щелкаем на слово фаберлик клуб итак вот она у нас подробно здесь описано сейчас буквально все разберем у нас есть накопительная программа это значит что каждому товару в наших каталогах соответствует определенное количество баллов и делая заказ вы эти баллы набираете один баллон бонус у нас это один балл личного объема так скажем потому что полуна засчитываются как в личный объем тех кто до заработает с компании в партнерстве с компанией так и очень интересная программа в том числе для покупателей потому что эти баллы в уже в следующем каталоге после каталога оплаты вы можете обменивать на подарки есть несколько базовых правил которые нужно знать для того чтобы воспользоваться этой программой во первых баллы начисляются не сразу после оплаты заказа а по итогам каталога то есть например сделали вы заказ и уже в следующем каталоге в начале действия каталога видели что в правом верхнем углу в кошелечке у вас начислилось определенное количество баллов вот здесь у меня их 585 и их накопила уже следующее баллы можно копить если делать заказы каждый каталог если вдруг вы пропускаете каталог то баллы начинают сгорать начиная с последних заработанных как это как в этом разобраться давайте посмотрим на конкретном примере накопления бонусов например в первом каталоге своем вы сделали заказ на 10 баллов л о это личный объем у вас в первом каталоге 0 баллов почему потому что вы еще не делали заказы в прошлых каталогах прошлых периодах вас там просто ноль висел и так по окончании первого каталога у вас начислиться 10 баллов по итогам первого каталога и во втором каталоге вы кстати на скажем не сделали личный объем 15 баллов баллы вы не потратили потому что еще одним одним из правил трать траты баллов является то что должно накопиться минимум 15 баллов чтобы баллы можно было потратить хотя подарки там от пяти баллов есть итак вы сделали заказ на 15 баллов и к третьему каталогу у вас накопилось 25 баллов 10 плюс 15 здесь разъясняется скажем в третьем каталоге вы не сделали ни одного бального заказа бальный заказ это заказ которым есть определенное количество баллов потому что если вы просто накупите каталогов баллы вам не зачислиться каталоги у нас идут без баллов если вы накупите там еще чего-нибудь аксессуаров каких-нибудь бизнес аксессуары у нас тоже часто идут без баллов вас тоже не начислиться баллы поэтому очень важно чтобы был сделан любой бальный заказ который вам даст возможность копить баллы если никакого нисколько у вас нет личном объеме ноль баллов то соответственно баллы начинают сгорать начиная с последних заработанных соответственно в четвертом периоде у вас горят те 15 баллов которые были заработаны во втором каталоге 25 минус 15 остается 10 баллов если вы сделаете в четвертом каталоге заказ то 10 баллов соответственно приплюсуются те баллы которые вы выполнили четвертом каталоге не сделали смотрим в пятом каталоге у вас сгорают последние заработанные баллы которые заработаны были в первом каталоге в шестом каталоге у нас ничего соответственно уже нет и мы начинаем опять с ноля например в седьмом каталоге делаем 50 баллов вот у нас что получается да если в восьмом каталоге мы сделали 250 баллов то одним из правил также является что максимальное количество баллов которые можно накопить за один период не превышает 150 поэтому здесь у нас получается 50 плюс 150 несмотря на то что здесь у нас 250 баллов правило последнее наверное до которой я скажу относительно накопительной программы это то что потратить баллы можно только при оформлении заказа от 1 тысячи рублей без учетов автозаказов если у вас заказ меньше тысячи рублей то просто не появится плашка фиберлик клуб у вас для выбора для того чтобы выбрать баллы точно так же не появляется плашка при оформлении заказа фиберлик клуб если у вас накоплено менее 15 бонусов что еще нужно знать это то что в случае возвратов вам нужно четко смотреть сколько у вас баллов было в минусе и сколько вы выполняете баллов в данном каталоге то есть если у вас например в прошлом каталоге был возврат на 4 балла он у вас в этом каталоге висит как минус 4 балла это видно во всех отчетах это можно обсудить с наставником это не так сложно заметить соответственно в этом каталоге для того чтобы накопить баллы нужно чтобы хотя бы там 4 целых одна десятая балла была чтобы у вас хотя бы одна десятая балла была чтобы баллы последние заработанные не сгорели а накопились то есть было у вас минус 4 балла сделайте в этом каталоге минимум 4 балла одну десятую балла для того чтобы баллы у вас ушли в накопление Они обнулились. Где найти подарки по программе Фаберлик Клуб? Вот они здесь, если вы щелкнете сюда, на этот кошелечек. Очень многие думают, что это счет ваш личный, но это не личный счет, это ваша программа Фаберлик Клуб, в которой написано, сколько у вас баллов. А для раздела «Мой счет» есть раздел «Меню», «Мой счет», он так и называется. И здесь вы можете просто даже без оформления заказа посмотреть, какие подарки есть за баллы. То есть здесь есть от 5 до 119 баллов подарочки, есть от 120 до 499. Самые классные подарки находятся в разделе от 500 до 2250. Вот я сейчас, например, накоплю на то, чтобы получить вот такой подарок. Это Диаденс Космо, это такая маска, которая, в принципе, за одно применение делает чудеса. Ну, в том числе по здоровью, не только по красоте. Ну, просто все остальное у меня уже есть. И из этого куплено, ну, кроме Дэнас Ультра, все остальное реально у меня есть. Вот, ну, не помешал бы еще один кардио. Еще последнее, что покажу, это «Как потратить баллы». Раздел «Персональные акции». Раздел «Фаберлик Клуб», как правило, находится внизу. Нажимаем сюда, и здесь у нас открывается окошко, в котором вы можете выбрать подарки по баллам. Выбрать, нажать кнопочку «Выбрать», а потом вернуться к корзине. Как возвращаясь я к корзине, еще разочек навожу на корзинку и перехожу в корзину. То есть, выбираю, нажимаю «Получить подарок», нажимаю на… Давайте выберу. Пусть выберу. Нажимаю на подарок, навожу на корзинку, перехожу к корзинке и вижу, что у меня в корзинке появился товар в накопительной программе за 1 рубль. Да, ровно столько оцениваются наши подарки для того, чтобы они не оценивались как выигрыш по законодательству нашей страны. Итак, я надеюсь, здесь все было понятно. Программа очень интересная. Здесь действительно можно получать подарки с каждым заказом, либо копить баллы и получать большие подарки абсолютно бесплатно. Ну, то есть за рубль, да, я считаю, что это бесплатно. И такого вряд ли вы где-то найдете, такой выгодной накопительной программы. Мы копим баллы в пятерочке, и прям они вообще не чувствуются. Я вообще не замечаю, что там какие-то скидки есть, что что-то там, какие-то можно выгоды от этого получать. Я не знаю, можно ли при заказе от 1000 рублей пятерочки в итоге хотя бы жвачку себе потом купить. По-моему, нет. Ну, исправьте меня, если что. Все, что я хотела сказать о накопительной программе, я сказала. До новых встреч. Пока.